Джамбол, атака остается. Хованский. Дальше. Забивает 2 очка Джамбол, друзья. Ну и выводит свою команду. Так, из-под кольца. Очень красиво. В исполнении Максима. Забивает 2, сравнивает счет. Будет ли второй? Шишкин, Макс. Ну, вот я Шишкина и Шишова, потому что у них такого одного роста. И на передних майках, друзья, не написано. Дальше. Находят скидку на Хованского. Дальше Хованский. Хороший обыгрыш. Находят Шишкина. В углу там мяч-тук вязал. Этого не надо делать. Ну, а тут Уралев, Дмитрий. Так, друзья, с цветами тут пришли. Кому дарить будут? Чеботырева, наверное, нет? Тут 2. Вот раз не точно. Девчатка на подборе. Хованский. Отлично. Отлично обыгрыш. Друзья, ами девушка пришла. Друзья, какой-то... Куда я попал? Вроде бы скидал. Так, из-под кольца. Опять Хованский надо... Дальше. Чибисов. Неточная передача. Хованский на перепаде. Мерзляков тут набегает. И отличная передача. Мерзляков слева руки. Хованский. Очень красиво обыграет. Хованский. Ну и забивает. Так, а это какие очки для него сейчас? Посмотрим. Ну а пока Чеботарёк с дальней заряжает. Забивает. Так, для Хованского. Десять очков уже. Пять из пяти. И сейчас... Ищет свободных партнёров. В итоге... Дальше находит Никитина. Нет, Хованский всё-таки получил. Ой-ой. Хованский. Четырнадцатый очко. Так, первый забивает. Находит скидку на Арсеньева. Дальше Никитин. Никитин флоутером. Н2. На подборе поработал. Борис. Опять какие-то непонятные передачи вырезают. Сейчас Рами получил всё-таки Арсеньев из-под кольца. Красавчик. Так, не попадает первый Дорджу. Будет ли второй? Второй забивает. Мяч просто как конфетка у ребёнка. Рами. Дальше Никитин. На Хованского. Хованский пробьёт ли с дальней. Не пробьёт. И туда. В угол. Из дальней пробует уже. Чибисов мажет. Так, ну хорошие атаки пошли у Джамбула. Что за передача? Сразу же замену просят Арсеньев Медры. Подустала немного. Как пропустили. Там продевает Чибисова. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый забивает. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый забивает. АПЛОДИСМЕНТЫ Чибутырёв. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, подстраховал меня с вами сейчас Кирилл Счевец. Осталось нам провести ещё два с половиной прекрасных матча в этот тёплый воскресный вечер октябрьский. Положение ГСЕ. Играть ли через Чеботарёва, играть ли через Шишкина? Хороший вопрос, но что-то надо придумывать. А пока что Мерзляков. Хороший вопрос. Я вижу, что на скамейке ГСЕ новый тренер. Не знаю, временно ли он подменяет Бергмана. Или там плановая ротация. Будет Кирнос. Николай Демченко, Денис Товеникин, Дмитрий Арсеньев, Борис Хомский. И интересно, как это прочитать. Доржу Чаян. Теперь отсутствует Гуревич Арсеньев, вместо него Доржу Чаян. Интересно, что он из себя представляет. Слушайте, а действительно, судя по фотографии, есть какие-то в нём... Я вижу, кажется, вижу... Одиннадцатого номера Доржу. Тельков неудачный бросок. Мерзляков там пытается ускориться. Чеботарёв чисто защищался без нарушения правил. Хованский. Да, под кольцом УГСЕ, конечно, проходной... Ну и джамбол впереди уже 20 очков. Чеботарёв. Очень легко, чувак, сквозь двоих соперников бросать. Пытается красиво играть. Паз за спину, не глядем. В руки соперник получился. Никитина Хованского. Тут понадёжнее разыграли ребята из джамбола. Без потерь. Снова два. И прям вообще по максимуму фолами одарить. Команда три фола. Вот так вот, в одной ситуации три фола. У Никитина и Альберта один фол. И у Филькова неспортивный. Потом ещё один. Чеботарёв. Находит там себе проход. Находит себе коридор. Артём уже ушёл на первом шаге. Подстраховка не срабатывает. Наверное, лучше его не трогать. Это лишь лёгкая возможность Чеботарёва набрать с фолом. Чем он и воспользовался в этой ситуации. Так вот этот матч и не забрали себе. И если так случится, что джамбол больше не проиграет, то, по сути, если мы уберём вот это вот такое техническое поражение и просто из-за банального незнания правил, то получится штоф и структуры ЦСКА, плюс ребят, хороших знакомых со стороны. Но всё-таки это солянка. Ребята не играют друг с другом как единый механец, как команда. Не две, три, четыре опции на всю команду, а там, ну, не знаю, они практически две равнозначные пятёрки могут выпустить. У Мичигана такого не было, у Мичигана такого не было. У Мичигана был великолепный старт, да, там, в лице Кулакова и Колосова, которые уходили со скамейки. Но в основном они не могли выпустить вторую пятёрку. А джамбол может практически... Так, ну и Демченко отправится на линию штрафных. Реализовав на Дуге... Ой-ой-ой, запутался в видении Чеботарёв. Дело такое ещё увидеть, только ВБЛ. И Альберт Микитин, лёгкие два очка. Да, даже не знаю, как правильно сказать. Ну, в общем, вклад большого, которого практически сложно переоценить, потому что Шишкин реально доминирующая сила. Один из самых доминирующих больших в этом сезоне в издевизионе. Демченко, не знаю, кто там ещё помогает, Студеникин, возможно, Хованский, потому что Андрей в этом сезоне уже играл против Большого. Играл против Альберта Микитин, точно Прохачкова. Прикрывать Куницына, так что можно догадаться, что, возможно, он попробовал бы и Шишкином сыграть. Но я, наверное, думаю, что всё-таки, скорее всего, это делали Демченко и Студеникин. Как Демченко, но он неплохо на подстраховке сработал. Ну, уж не знаю, насколько помешал завершать эту атаку Шишкину, Чаян. Команда. Да, 21-й Дмитрий Уралёв, всё правильно. Ну, в этот раз передача идеальная по исполнению, и Демченко наказывает. Прямо перед ним. Ну, и джамбол продолжает реализовывать очень хорошо. Серьёзное преимущество, 30 очков. Бадьямов со средней. Хорош, хорош. Вот же Гуревич, который, конечно, ещё в прошлом году по кетцам впечатлял. И сейчас в изи разрывает. Но вот по этой девушке не совсем корректно их сравнивать. И к тому же Мерзляков старше Гуревича. Но Мерзляков. Хорошая защита. Неплохо со спины там Шаронов выбивал мяч. Но сыгра. Для меня она прошла очень быстро и скоротечно, потому что я её комментирую со второй половины. Но я думаю, что, в принципе, болельщики тоже не успели заскучать. Персонали, не разбери, все очень крутые ребята. Но они в том-то и дело, что они слишком крутые. Они слишком крутые, и за них неинтересно болеть. Всегда болеть интересно за аутсайдеров, за андердогов. Что там такого? Можно болеть, а можно восхищаться. Это разные вещи. Если Джамбол играет красиво. Если Джамбол играет красиво, как команда. Если Джамбол играет лучше по персоналям. Как за них не болеть? Ну, я...